В интернете часто можно встретить мем. 109 стран, 109 стран. Что это значит? Ну, что евреи были изгнаны из 109 стран. Ну, во-первых, число 109 спорное. Евреев изгоняли из многих городов и из разных стран. Но само число 109 спорное. Оно стало интернет-мемом, поэтому все просто предполагают, что это правда. Но евреев действительно изгоняли из многих стран. Согласно антисемитам, потому что евреи — это зло. Согласно антисемитам, потому что евреи — это зло по сути своей. И потому что они являются подрывным элементом и пытаются разрушить общество, в котором живут, потому что они паразиты и вредители. Поэтому их изгоняли. Правда же заключается в том, что их изгоняли из одной страны за другой, за то, что они не обращались. Например, в 1492 году все некрещенные евреи были изгнаны из Испании. И когда люди говорили, мы с радостью крестимся и останемся здесь, будем частью церкви, они не могли остаться. Нет, их изгоняли. Не из-за их злого подрывного естества, а из-за того, что они не вписывались. И потому что они часто отказывались принимать господствующую религию. Из-за этого их и изгоняли. Знаете, на что это похоже? Это как если бы вы отправили темнокожего ребенка в 100 различных российских школ, и его выгнали бы из каждой из них, и вы бы сказали, «Наверное, с этим ребенком что-то не то». Но подождите, а как насчет 26 главы книги Левит? В Левит 26 Бог говорит о проклятиях Завета. Что же там написано? Разве это не одно из проклятий из Левит 26, 33? «А вас рассею между народами и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены». Итак, «А вас рассею между народами». Да, еврейский народ и я, а я еврей, верующий в Иисуса, потому я говорю, «Мы, мы были рассеяны по всему миру, мы были осуждены Богом». Мы отвергли Моисея, пророков, Мессию, из-за чего как народ, как нация, мы были изгнаны, мы были осуждены. Но факт в том, что в каждой истории есть две стороны. И Бог сказал пророку Иеремии в 30 и 31 главах, что он разберется с народами, среди которых был рассеян еврейский народ, потому что они плохо обращались с ними. И они делали с ними то, что выходило за рамки задуманного Богом. Потому эти страны, которые обращались с евреями с жестокостью, которые изгоняли евреев и преследовали их, просто потому что те были евреями, с этими странами разбирался и будет разбираться Бог, потому что это противоречит его плану. Он наказывает с любовью, но всегда с целью восстановления и возвращения. Другие же действовали с жестокостью. Итак, главная причина, по которой евреев изгоняли из такого большого количества стран, заключается в том, что они не принимали господствующую религию. И поступая так, в большинстве случаев, они стремились быть верными Богу, потому что, как они понимали это, им пришлось бы отказаться от Божьей истины, чтобы принять эти другие религии. Это сложная картина. Субтитры создавал DimaTorzok